Добрый день, дамы и господа! Мы с вами находимся на хоккее и спортивной школе Олимпийского резерва «Синяя птица». Здесь сегодня пройдет очередной матч Кубка Москвы по хоккею среди команд 2008 года рождения. Синяя птица принимает армаду, синяя птица в домашней темной форме, а армада сегодня будет в светлой форме. Первый состав у нас с вами готовится к началу этого матча. Давайте мы с вами быстро по составам пробежимся с гостей. И начнем по традиции в воротах. У армады сегодня Степан Баба, 72-й номер. Далее полевых кисты. Артем Антонов, номер 3-й. Никита Мурашов, 13-й. Дарья Почекунина, номер 17-й. Никита Абрамов, 18-й. Михаил Шарапов, номер 23-й. Денис Лырченков, 24-й. Михаил Мякишев, 37-й. Антон Абрамочкин, номер 51-й. Иван Чижиков, 52-й. Никита Котик, номер 58-й. Артем Харьковский, 75-й. Ярослав Алхимов, 80-й. Тимофей Дегтярев, номер 88-й. Семен Жуков, 89-й. И Герман Новиков, под 95-м номером. Главный тренер Армады Андрей Мясников. Как раз он чуть дольше сейчас дает указаний своим подопечным. Синяя Птица под руководством Виктора Касаткина работает. Состав следующий. Иван Патрус, 28-й номер. И Артем Айропетов, 51-й. Это вратарей команды. Далее. Полевые хоккеисты. Денис Борисов, номер 2-й. Дмитрий Троянский, 5-й. Михаил Евстропов, номер 7-й. Макар Казанцев, 12-й. Максим Андреев, 13-й. Валерий Бабок, 22-й. Платон Стрелков, 23-й. Сергей Арбузов, номер 25-й. Цевелий Пантюхов, 34-й. Аскольд Смирнов, 55-й. И Даниэль Мустафин, 71-й номер. Таким составом сегодня прибыла группа Синяя Птица. Соответственно, первый этап у нас с вами. Группа В. Армада ведет борьбу за первую строчку. Ну, а Синяя Птица на данный момент будет пытаться, называется, оторваться от целой группы. Ну что ж, поехали. Первый период у нас с вами стартовал в матче Синей Птицы и Армады. Соответственно, тур у нас четвертый. Посмотрим, как у команд сложится эта игра. Пока что Синяя Птица пытается вперед шайбу отправить, но там никого не оказалось. И Армада довольно быстро уже попыталась свою атаку соорудить, но в чужой зоне до шайбы добраться. Так, и не получилось. Закрылась зона. У Армады... У Галкипера. Синяя Птица игра проходила, но... Пока что... Не так. То, что называется, страшно. Абрамочкин снова зону закрыл, а вот здесь уже, конечно, не получится шайба. Пределы чужой зоны. Пас в падении. В итоге получается бросок по воротам. Никита Котик пытался счет в этом матче открыть. Ну и дальше Синяя Птица снова шайбу выбрасывает. Попытка сбегать в атаку. Передача хорошая была, по-моему, на Савелия Пентюхова. Едва у него до броска дело не дошло. Чуть назад, да, нужно отойти. Хороший отбор. Это, по-моему, все тоже Пентюхов. Так, он пошел Савелий к воротам. Сбивает его, но без нарушений правил, как я понимаю. Дальше, да, Армати приходится просто шайбу из собственной зоны выбрасывать. Ну, это что? Да, это офсайд совершенно на ровном месте сейчас. Хоккеисты Синие Птицы почему-то решили, что можно входить в чужую зону. Ну, с другой стороны, да, тысяча восьмой год, все-таки иногда еще, наверное, ошибки возможны, но, что называется, просто потому что. Еще, может быть, да, ребята, не до автоматизировали вот это вот правило офсайда. Сейчас у Армады может получиться неплохая атака, но Абрамова не пускают. Собственно говоря, к своим воротам из-за Синие Птицы попытка номер два. Дегтярев пытался, но и Армузов уступает. Шайбу партнеру. Ну, дальше все-таки от него пошла передача транзитом через Бабок дохода до Мустафина. Мустафин. А вот обратно передача в центр не прошла. Ну, с другой стороны, на той же Армаду просто так дважды не возьмешь одним и тем же трюком. Хорошая атака может получиться. Стрелков. Вот здесь Стрелков прокидывает. Мустафин с неудобной едва шайба не залетает в ворота. Там и, собственно говоря, Стрелков-то помогал своему партнеру. Но, конечно, момент еще у Синие Птицы должны были, ребята, сейчас забрасывать. Вот как раз Стрелков и Мустафин. Ну, как пустые ворота здесь не попали. Да, очень обидно для Синие Птицы, потому что все-таки с Армадой нужно свои моменты использовать. Армады же, собственно говоря, это дата команды, которая привыкла играть не 4 по 15, а 3 по 20 в подмосковном чемпионате. Собственно говоря, именно такой формат исповедуется, причем именно с раннего возраста. Ну, опять же, да, сейчас идти в рассуждение, кому это больше помогает или мешает, ну, мы, наверное, не будем. Дальний бросок был по воротам Синие Птицы. Отправляется сейчас Смирнов в чужую зону. Забирает у него шайбу. Шайбу, Шарапов, Шарапов, сам шайбу тащит. Бросок в ближний угол. На месте Патрос. Ну и дальше борьба. У дальнего борта. Остается она на какой-то момент за Армадой. Бросок с дальней дистанции не точно. Бросок с дальней дистанции не точно. Соперников на ошибке. Совершенно на ровном месте Синяя Птица ошибается. И Армада выходит вперед. Михаил Мякишев. Он вот так подкараулил. Смотрите, да, точно на клюшку 37-му номеру. И дальше в ближний угол дернулся. Патрос. В штанге дали, ну, видимо, да, что называется, в надежде. Шайба летит именно туда, но этого не произошло. Положение вне игры. Зафиксирована Армада. Валя не сразу пыталась, собственно говоря, шайбу чужим воротам достать. Еще один Мамея. Патрос выручает. Вот Синяя Птица надо сейчас все-таки собраться. Еще Мамея. Ну, в ближний угол. Мякишев бросала. До этого Никит Котик. Едва не... Ну, забросил вторую шайбу. Ответа пока у Синей Птицы не получается. Так, ой-ой-ой. Очень неприятное падение. И сейчас удаление будет в составе Армады. Кто там на льду лежит. Да, очень неприятно. Видимо, как раз в облёт ударился. Павел Пантюков, что ли? Да. Да, но держится. Вроде как раз эта часть эмуниции должна... Немножко смягчать падение. Но в этот раз не получилось. Здоровья, Савелья. Надеюсь, что сейчас отсидится на скамейке запасных. И все с ним будет нормально. А на одну минуту Антон Абрамович отправился. Большинство у Синей Птицы. Но пока что Армада в чужую зону приехала. Подержала там шайбу. Но сейчас понятно, что лихий нарожон ребят не будут. А вот здесь неплохой вход в зону у Синей Птицы. Передача под бросок. Шайба там немножко заметалась. Над воротами Армады. Платон Стрелков едва не придумал. Хороший момент для своих партнёров. Дальше борьба идёт за шайбом. Остаётся она Армаде. Ну и вперёд. Да, неплохо сейчас был найден партнёр Мякишевым. Дальше Армада, да, будет здесь, конечно, чуть удобнее передача. Можно было бы сказать, что Армада вот так вот практически ничего не стесняясь пытался подержать шайбу в чужой зоне. Вернулся Абрамочкин на площадку в полном составе Армада. Ну, по сути, вот у Синей Птицы только один такой момент получился. Да, и тут в итоге не очень серьёзным именно с точки зрения завершения атаки. Ещё у нас с вами одна остановка. Меняются птицы на площадке. Ну, так, немножко диспозиции вам расскажем. У Армады сейчас 4 очка. Соответственно, на 2 меньше, чем у Крыльев. У Синей Птицы, собственно говоря, столько же 4. Но чуть хуже разница забитых и пропущенных. Едва успевает закрыть дальнюю штангу. Синяя Птица. Это Валерий Бабок был. В итоге отбилась Армада. Ну, так, по-моему, потихонечку Синяя Птица начинает возвращаться в игру именно с точки зрения психологии. Потому что и пропустили, и потом вроде бы было большинство, которое реализовать не получилось. Но, тем не менее. Отправляется Синяя Птица в атаку. И бросок. Неплохой поворотом. Денцовской команды мы сейчас с вами увидели. Но понятно, что Степан Баба не даст. В броску стать голевым. Все-таки, что называется, не та ситуация. Обошибаться. Хороший момент мог получиться. Едва бросок. Точно. Не вышел одного из защитников Синяя Птица. Но дальше уже пришлось галкипера Армады вступать в игру. Снова Синяя Птица выиграла. Вбрасывание. Дальше. Борьба за шайбом. И выбрасывание. Ее Армады собственной зоны. Можно передохнуть. Даже частично состав сменить. Борьба в средней зоне. Нужно отбросить шайбу. Дальше от своей синей линии. дабы у хозяев не получилось довольно быстро. Зайти в чужую зону. Так неплохо. Через одно касание. Синяя Птица пасовалась. Но здесь перехват. Бросок в ближний угол. Шарапов. Бросок в ближний угол. 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 Высший ворот. Патрус. Ну, на всякий случай, да, среагировал. Дабы. Если вдруг шайба нырнет в ворота. Все-таки ее постараться выловить. Но она и без этого прошла сильно. Высший ворот. Такой синяя Птица. Дальше партнерам будет, да. Лучше раньше помочь. Пока там Мустафин доехал. Уже и шайбу потеряли. А вот здесь неплохая атака у Армады. Бросок. Молодцы. Зачитники заблокировали. Но сейчас еще нужно стараться. Патрус. Урау. 28-го номера Синяя Птица. Сейчас такое впечатление, что немножко наземнули кисты хозяев. Потому что совершенно не объяснить, да, почему же прыгать бы шайба была у них. А в итоге едва Армады не забросил. Борьба. Закравление в зоне Денцовской команды. Там небольшое повреждение было, должен из Армады подниматься. Он должен продолжить игру. зашел Мустафин на партнера здесь положение вне игры. Мустафин скидывал Стрелкову, но там уже из соперников успел оказаться. Вот так уже потихонечку и первый период подходит к концу у нас в этом матче. Всего одну шайбу мы с вами увидели, хотя, безусловно, этих шайб могло быть на 2-3, наверное, точно больше. Но этого не случилось. Ну и понятно, что забросить, наверное, могли больше кисты Армады, но при этом у синей топливцы были хорошие моменты. Вот сейчас чуть-чуть не хватает скорости Сергея Арбузова. А вот буквально, да, шага не хватило. посмотрим, сам уезжал в атаку, хорошо соперника обыграл и да, немножко не победа досталась. Ну досталось, что называется, в рамках. Нормально. Еще один момент. Теперь уже ворот синие птицы довольно оперативно. Армада отметила. На линии будет поднял вверх руку один из главных арбитров. Второй момент предыдущий никак не оценил. за подножку за подножку смирнов справляется. Ну, соответственно, если армада не забросит, то еще какие-то секунды ребята и во втором периоде поиграют в большинстве. сбрасывание в зоне синей птицы. Не получается, бросу с синей линии последовал. Дальше второй раз Антон Абрамовичкин не смог зону закрыть. Сам разбегает атаку армады Абрамовичкин никого нет. Пошел Абрамовичкин по борту. Его прижали шайбу заставили потерять попытка армады войти в зону под номером два тоже не оказывается удачной в средней зоне. Сейчас шайба не получается у синей птицы зайти в чужую зону и на этом первый период у нас с вами заканчивается 1-0 пока что такой счет Михаил Мякишев автор единственной шайбы в этом матче. Давайте мы с вами надолго прервемся и вернемся уже на вторую 15 минуту. 2-0 3-0 2-0 2-0 3-0 2-0 3-0 3-0 3-0 5-0 4-0 Продолжение следует... 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 Сейчас не получилось Да Говорится не все хорошо в Датском Королевстве Тут же ответ Армады бросок В дальний угол Абрамов заряжал Момент Теперь в ближний Добивание дает у Армады И с первым броском, и с вторым Получается ничего придумать Пытается синяя птица Выбросить уже хотя бы шайбу Собственной зоны, не получается это сделать Но вот здесь Выходит Шайбу из ладени Патруса Пытается Армады вернутся Хорошо просто Ввести шайбу Но вот здесь получается У тринадцатого номера Паст в центр Ой, какая ошибка 2-0 Становится счет И снова Михаил Мякиш Ну как сейчас Если себе не пицца По сути Ошиблись Смотрите, вдвоем В общем, собственно говоря Пятерка была разделена на три части Два человека Бежали за Мурашовым Еще два За третьим выпадающим И по сути Мякишев Просто один денеж Остался Воротами Иван Патрус За что в итоге И уплатились Кисты Ну, собственно говоря Михаил Мякишев От Шайбы Вторая В сегодняшнем матче Ну и соответственно Получается, что Пятая в сезон Три голевых передачи На его счету В итоге сейчас У него 8 очков Еще момент Плохо Ну а Все-таки Лучший Да И с точки зрения Статистики Это не Котик У него 5 шайб И 6 голевых Передач Ну, соответственно Да, он же, по-моему Отдавал В ситуации С первой шайбой Поэтому Соответственно 5 плюс 7 Итого 12 очков У 58-го номера Арман Гости В чужой зоне Едва Не забросили В очередной раз Михаил Шарапов Едва Не отличился Но Иван Патрус Свою команду Выручил Да, вот так Шайба вылетела От борта Буквально На крюшку Шарапову Ну Переиграть Галкипера Не получит Еще одна Передача К воротам Кстати, как раз Сейчас Шарапов Эту передачу Отдавал Будет 23-й номер Со всей линии Защиты Еще Западающих Много И в принципе Шарапов Выбрался Не стоит Не очень приятная Ситуация Еще одна Нападение На синей линии Армады Давней Игра Не перемещалась В эту зону Смотрим Что Синяя Птица Придумает Хороший пас Но успевает Накрыть Евстропова Дальше Уже нужно Бежать В первую очередь Защитником Синей Птицы Получается Успеть первыми Надо Чтобы атаку Свою устроить Получается пас Через бур Который едва Антонов Не перехватил Отправляется Синяя Птица В атаку Бросок Поворотом Степан Кривоба В Эту игру Ступает Для Степана Это Третий матч В Сезоне До этого Собственно говоря Всего Одну шайб Он пропустил Соответственно Может сегодня По крайней мере В эту В этой части Матча Армада Надеется На Возможный Сухарь Ну посмотрим Посмотрим Что из этого Получится Потому что Ну Обычно бывает Сейчас Скажешь Про Сухарь А Теперь возьмет И пропустит Еще Одна Остановка Отправляемся В среднюю зону Меняется Звено У Синей Птицы Ну вроде бы Оставал Шайбу Армады Но все-таки Синей Птицы Ее перехватил Неплохой момент Может получиться Андреев Питался Чужим воротам А вот здесь Ошибка Дегтярев Молодцы Молодцы защитники Синей Птицы Не дали бросить А дальше По борту Не получается У Синей Птицы Выйти из обороны Еще момент Наверное Понимая Что Не поедет Сейчас Так Навстречу Партнеру Может быть И Получилось бы Того шага Забросил А что Прорвался Во второй Номер Бросок Не получается И что Момент Продолжается Надо Забрасывай Да Ни Андреев Ни Валерий Бабок Так и не смогли Сейчас забросить Но опять Момент Суперский же Все же правильно Делай Все же не получается Никит Котик Красав Поворот Там Да Не идет У Синей Птицы Хоть ты что Сделай Тяу Да До этого Куб матча 12 шайб Было заброшено Командой Знаете Это не самый Плохой результат Команда Группы А И все Настолько Забрасывали Ну а у нас С вами Да Еще одна Шайба Оказывается В воротах Вот так Берет Армада И делает Собственно говоря Счет 3-0 Легко И непринужденно Группы говоря За 5 Не усудили За Мурашовым Прекрасная Передача На партнера Бросок И дальше Мурашов Уже Добавлял Для Патронса Конечно Без шансов И Михаил Мекеш Точно Собьется В этом эпизоде 3-0 Армада В первые 15 минут Конечно Делает довольно Неплохую Заявку На Победу Ну собственно говоря С учетом того Что Не так много времени Остается играть Во втором периоде Наверное Отчасти Можно говорить Что Собственно Эта заявка Уже непосредственно На победу Вот До матча Матча Первых составов Еще момент Может быть Передач Последовал Вот Мекеш По-моему Никита Котик Уже Готовился Жайбу Ворота Переправить Убранялся Армада Передача Не лучшая На выход В Контратаку Котик Сам потащил 58 номер Убрал Хорошо соперника Дальше Помешали Хороший Бросок Нанести Дальше Ивстропов Отдушай Бо отыгрывать Приходится Пас играть У Ивстропов Убрал Партнеру Передача Не бросать Поворотом Еще одна Атака Хозяев Бросок Поворотом Неплохо Сейчас был Пришлось Галкиперу Армады Немножко Поработать Ну А с другой стороны Не так У него сегодня На работы Была Последняя Минута Второго Периода Уже идет Совсем Немного Времени Получается Там пройти А Нарушение Численого Состава Все Не птицы Но так На ровном месте Сейчас Хозяева Остаются В Меньшинстве И это Собственно Говоря Почти сразу После Да Неплохого Момента Который Был У Никиты Котика Сейчас Может Армада Попробовать Еще одну Шарь Забросить Но для Начала Нужно Соответственно Вбрасывание Выиграть Да Там уже Ребята Готовятся Вторые Составы Это уже Будет После Заливки Соответственно Но У нас С вами Второй Период Заканчивается 3-0 Армада Передим Давайте Еще раз Вспомним Кто забрасывал Шайбу В эти Первые 30 минут Михаил Мягкий Походил Дубль И Одна Шайба Никиты Мурашов Отправляются Ребята Отдыхать Мы С вами Ждем Сейчас Заливку После Чего Размин Вторых Составов И Будем Возвращаться В Игру Тени Птицы Армада 1-3 0-3 Пока Отдыхаем Взращаться Возвращаемся Взращаемся 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 Продолжение следует... 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 И... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...